Сантьяго Бернабео Возможно, самый талантливый полузащитник за всю историю футбола. Порту-Алегри, Бразилия, 1984 год. Маленькому Роналдо Морейри дарят на день рождения самый дешевый футбольный мячик, а он с благоговением его принимает. Ребенок уже понимал, как долго отец скопил ему на подарок. Зарплаты сторожа с трудом хватало на еду, а тут нужно было откладывать сыну на мяч. Но искренняя улыбка сына окупила все старания. Парень сразу же схватил подарок и принялся пинать его прямо дома. Старший брат Роналдо, Роберто, к тому времени уже числился в системе Гремио. Младший хотел быть не хуже, поэтому просил отца придумывать увлекательные тренировки. Тот проявил очень бурную фантазию и устроил для будущего Роналдиньо целую полосу препятствий. Папа выволакивал на улицу все стулья из дома, расставлял их причудливым образом и запускал в этот лабиринт пятилетнего мальчика с мячом. Задача усложнялась тем, что по пятам за дриблером бежала собака по кличке Бимбом, готовая, если что, вгрызться в драгоценный мяч. Люди уставали, а собака нет, позже рассказывал Роналдиньо. Он даже признавался, что то упражнение очень сильно повлияло на его технику. Мальчик научился предельно аккуратно обращаться с мячом. Рону было восемь, когда отец скончался. Я вспоминаю о нем каждый день. Он всегда повторял, что я стану чемпионом мира. С гордостью говорит Роналдиньо. После смерти главы семейства братья Морейро могли остаться в нищете, но тут Роберто предложили профессиональный контракт в Гремио. К счастью, при подписании договора щедрые боссы выделили целый особняк, так что бедность ребятам и их матери уже не грозила. Вскоре Роналдиньо начал зарабатывать самостоятельно. По легенде, в 11 лет он получил первые серьезные деньги от клуба Беллу Аризонти. Можно было бы подумать, что юный игрок спустил их на сладости или одежду, но он поступил очень благородно и оплатил счета за электричество близкому другу. У его семьи просто не было на это денег, и власти города угрожали выключить свет насовсем. Футбольную одаренность Роналдиньо видели все. Он мог сверкать на любой позиции и в любом виде спорта. Парень рубился и в мини-футбол, и в пляжный футбол, и в большой футбол. Первый раз про Рона написали в газетах, когда он забил за Беллу Аризонти 23 гола в одном матче. На тот момент ему было 13 лет. В 18 талантливый бразилец попал в Гремио. Но отбегал там всего три сезона. Все это время боссов южноамериканского клуба атаковали скауты из Европы. Самыми настойчивыми были представители ПСЖ. Но Гремио всякий раз называл неподъемную цену – 42 миллиона евро. И тут на помощь Рону пришло правило о свободных агентах. Игрок решил дождаться, когда закончится контракт, и бесплатно свалить в Европу. Последние месяцы в Гремио были жуткими. Парня и его брата, который к тому времени стал агентом Роналдиньо, обзывали предателями и крысами. Кроме того, Гремио все же выбил из ПСЖ компенсацию в 5 миллионов евро. Но эта сумма выглядела жалкой по сравнению с тем, сколько бразильцы хотели изначально. В Париже Роналдиньо периодически выдавал мощные спектакли. Но ему жутко мешали вечные смены тренеров. Зато креативного 22-летнего полузащитника привлекли в основную сборную Бразилии на чемпионат мира в Японии и Корее. Там Рон в одну секунду стал мировой звездой, закинув мяч за шиворот английскому голкиперу Дэвиду Симону. Зрители по всей планете убедились. Да, этот юноша с длинными волосами и большими зубами действительно способен творить чудеса. В 2003 году Роналдиньо превратился в главную трансферную цель почти всех европейских топ-клубов. Поначалу его хотел подписать Реал, но Флорентино Перес выбрал Дэвида Бэкхэма из-за того, что англичанин банально симпатичнее и перспективнее для рекламы. Затем в дело вмешался Ман Юнайтер, которому надо было заменить Бэкса, но британцы не договорились с пассажиром. А уже после этого на сцену вышла Барселона, удовлетворившая запросы парижан. На презентацию Роналдиньо на Камп Ноу пришло больше 20 тысяч человек. С одной стороны, этот показатель впечатляет. С другой стороны, в Каталонии нашлись и те, кто не поверил в бразильцы и посчитал, что клуб отдал 30 с лишним миллионов евро за вальяжного пляжника. Как показала практика, эти люди жутко ошиблись. В Барселоне Роналдиньо творил настоящую магию. Он отдавал фирменные пасы не глядя, отправлял в сетку мячи, летевшие по невероятной траектории, совершал сольные прорывы, обыгрывал лучших защитников Европы. Но главное, что Рон делал все это с неизменной улыбкой на лице. Бразилец получал настоящий кайф от самого процесса игры и дарил радость тем, кто наблюдал за его финтами. С именем Роналдиньо связан первый взлет Барсы в 21 веке. Сезон 2003-2004 ушел на адаптацию. Зато через год каталонцы вместе со своим лидером выиграли чемпионат Испании. В Лиге Чемпионов сине-гранатовые уступили Челси на первой же стадии плей-офф. Но гол Роналдиньо в ворота Петра Чеха навсегда остался в истории. Этот эпизод можно пересматривать бесконечно. Пара обманных движений, затем вроде бы бесхитростный и дворовый удар с пыра, но мяч почему-то приземлился в сетке. Видно, что игроки лондонцев были в шоке от бразильского шедевра и не понимали, как Роналдиньо удалось провернуть такой фокус. Через год в сезоне 2005-2006 Барса оформила золотой дубль, победив и в Примере, и в Лиге Чемпионов. Разумеется, золотой мяч тогда улетел к Роналдиньо. Он был безоговорочно лучшим игроком на Земле. Но если говорить объективно, то 2006 год получился для нашего героя противоречивым. Рон снялся в знаменитых роликах Джога Бонита и даже стал автором первого видео, набравшего миллион просмотров на Ютуб. Кроме того, бразилец вонзил безумный гол в ворота Бильяреала и лишний раз показал, что царит на планете. Но в то же время сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира уже в четвертьфинале, уступив французам. Роналдиньо, считавшийся звездой номер один, играл в том матче и даже мог забить в концовке, но его выстрел со штрафного пролетел над перекладиной. Темнокожий лидер сборной покинул Мундиаль с грустной улыбкой. После 2007 года и Барса, и Рон покатились вниз. Плеймейкер все чаще нарушал дисциплину и позже других игроков приезжал на сборы. Проявилась и еще одна проблема. Лишний вес, с которым Роналдиньо никак не желал бороться. Ради нового вызова бразилец перешел из Барселоны в Милан. Там он провел два с половиной сезона, выиграл чемпионат Италии и украсил серию А своими трюками. Но это был уже не прежний Роналдиньо, генерировавший вдохновение каждую неделю. В Милане Ронни напоминал затухающую лампочку, которая не горит, а мерцает. Впрочем, его потрясающие мячи в ворота Сиена и Ювентуса до сих пор попадают в подборки лучших голов на Ютубе. Попрощавшись с Миланом в 2011 году, бразилец вряд ли предполагал, что навсегда уезжает из Европы. Однако его судьба сложилась именно так. Он наслаждался народной любовью во Фламенго, Атлетико Минейро и Флюминенце. Но в Европе про великого бразильца вспоминали лишь в те моменты, когда он вытворял что-то экстраординарное. В целом, остаток карьеры Рон провел на спущенных колесах. Обычно полузащитник лениво стоял в центре поля и ждал, когда к нему отскочит мяч. После этого Роналдинью выдавал какой-нибудь финт, заставлял трибуны реветь и вырезал блестящую передачу на партнеров. Сам же обладатель золотого мяча бегал крайне редко и только по особым поводам. Рон еще не объявил о завершении карьеры, но едва ли он еще подпишет с кем-то контракт. Ему ведь уже 37. Он поигрывал в Мексике ради развлечения и гонял в Индию, чтобы провести пару мини-футбольных матчей. Сейчас Роналдинью трудится послом Барселоны, и это идеальная для него роль. Мало кто из легенд умеет быть таким искренним и обаятельным. Перед Кубком Конфедерации Ронни заезжал и в Россию. Играл в футбол и фотографировался со всеми желающими. Вряд ли он когда-нибудь станет тренером или менеджером. Скорее всего, Роналдинью, как и раньше, будет просто получать удовольствие от жизни, периодически участвуя в выставочных матчах. Видно, что футбольный мяч до сих пор остается для него главным источником вдохновения. И так будет всегда. В прошлом видео мы спросили вас. Криштиану забил за Португалию 75 мячей. Это второй результат для игрока европейской сборной. Кто же забил больше, чем Роналду? Ответ. Венгер Ференс Пушкаш, который тоже в свое время выступал за Реал. На его счету 84 гола, так что Криштиану вполне может догнать Пушкаша. Криштиану. 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 Продолжение следует...